Всем привет! Сегодня мы протестируем с вами, как работает стейкинг на бирже Qmall. Для этого мы перейдем в раздел финансы Qbox. Qbox здесь называется, то что в большинстве бирж называется Earn, то есть заработок. Я для примера открыл вот на Bybit, будем просто сравнивать. И вот первое то, что непонятно, это вот так называемая выгода. Что такое 3%? Обычно всегда пишутся вот проценты рядом API. Как-то правильно читается. Это значит годовая доходность. То есть мы можем понять, что если мы положим на год, мы получим вот эту вот сумму. 5,5% за стейблкоин, 99% за GMT, нынче популярный, за валютный праздник, 160% в год. И 3%, если не написано, может это в месяц. Потому что 3% в год за Qmall, как-то это мало. Даже с счетом, если он гибкий, он похоже гибкий. Мы переходим внутрь. Здесь интересная штуковина. Видите, вот эта вот точка непонятная, автомический вывод. Вот, ну, как кружочек. На самом деле это не точка, это переключатель-то, щелк, я его включил. То есть это можно понять только случайно. Также на счету должно быть минимум 100 кемолов, иначе ничего не получится. Так, и по поводу, вот видите, то, что замочек открыт. То есть просто храните его. Вот, просто храните, да, и мне надо догадаться, что это имеется в виду гибкий стейкинг. То есть я могу их вытащить. Я только это понимаю, только когда я сравниваю его с другими. Я захожу, вот, и я вижу, что тут замочек закрыт, и я понимаю. Ага, вывод заблокирован. И вот здесь, смотрите, написано 4%. Вот, вот, вот здесь вот 4%. Тогда мы заходим внутрь, тут в скобочках они таки решили написать эти IP 49%. Мы откроем калькулятор. 4 это явно получается в месяц, потому что когда мы умножаем на 12, у нас получается 48. Почему пишут 49? Потому что средняя годовая здесь учитывается сложный процент. То есть я могу предположить, что QMOL мне предложат 3% в месяц. Возвращаемся обратно. Заходим сюда. Выбираем максимальное количество, которое у меня есть. Кстати, для того, чтобы вы могли положить их в стейкинг, монеты должны быть на основном счету, не на торговом. Вот, открываем, я вам покажу визуально. Если я их сейчас переведу на торговый счет все. Вот они у меня на торговом. И я обратно вернусь сюда, и я уже не смогу их положить. То есть я нажимаю max, а у меня их нет. Поэтому я возвращаюсь опять в баланс. Возвращаю их на основной счет. И тогда можно их застейкать. Идем опять в кубокс. Выбираем этот стейкинг. Выбираем все, что есть. Так, нажимаем стейкинг. Успешно сделан. Получается, я их могу вывести в любой момент. Нажимаю max. Нажимаю вывод. Я этого делать не буду. И комиссия за вывод. То есть видите, какая интересная штука. Я в других биржах такого вообще не встречал нигде. То есть вроде как у нас гибкий стейкинг. Что мы можем в любой момент деньги свои забрать. Но при этом нам придумали комиссию за вывод со стейкинга. Я такого вообще никогда не видел. Вот это впервые. И скажем так, никаких баллов биржи. Такой подход он не добавляет. То есть вывести можно в любой момент. Но я потеряю деньги. Поэтому мы выведем их через 30 дней. И заработаю 3 кубола. По нынешнему курсу 1,5 доллара в месяц. Ну собственно, почему им лежать. Потому что на этом аккаунте я их пока вытаскивать не собираюсь. Кстати, если перейти в раздел истории кубокс. Тут вот будет написано, что когда происходило. Дата, количество монет. Какая комиссия. Ну комиссия 0. Если я буду выводить, то будет комиссия эти 0.2%. И что произошло. Произошел ввод. В общем, надеюсь, что было полезно. Такое коротенькое видео. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. Пишите комментарии. И подписывайтесь на группу в телеграме. Будет много всего полезного. Все. Спасибо за внимание. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok